В Челябинске в Бару нашли мертвым 18-летнего парня. По словам родных, Ярослав Мудрик отправился на встречу к девушке на северо-запад и пропал, а обнаружили его совсем в другой части города. Близкие подозревают, что парня могли убить, а потом скрыть следы преступления, чтобы замаскировать его смерть. Кому это было выгодно и почему родственники считают, что хотят скрыть убийство? Подробности у Татьяны Лавровой. Эти кадры сняты незадолго до гибели Ярослава. На съемке парень играет в мяч, а здесь занимается боксом. После армии думал пойти в колледж и устроиться на престижную работу. Но 6 октября его жизнь оборвалась. Он не пришел домой. В этот день он собирался погулять с девочкой. Обнаружили его в лесу. Не знаем, как он там вообще оказался. О гибели парня сообщили полицейские. Его тело обнаружили в петле в бару центрального района. В тот день он должен был встретиться с девушкой, с которой познакомился недавно. В его телефоне она последний абонент, с кем он разговаривал. Родные не верят, что смерть Ярослава не носит криминального характера. Слишком много вопросов пока. Без ответа. Вещи нам долгое время не хотели отдавать. Мы хотим независимую экспертизу. Потому что вещи вчера, когда мы забрали в день похорон с горем пополам, нам их не хотели отдавать. Вещи были все в крови. Куртка грязная, как будто бы его тащили. Может дрался он. Руки у него, грязь на руках, в руках. Догадки родных пали на бывшую возлюбленную Ярослава. Ведь у них часто были конфликты. Да и расстались они не на доброй ноте. Со стороны девушки и принадлежащих ей людей, друзей или чего-то, после того, как испортились отношения, были угрозы в сторону Ярика. Неужели бывшая подруга решила отомстить из ревности? А может к его гибели причастна новая девушка? Ответы, видимо, предстоит искать следствию. На земле он был вот так. Соответственно, ну как мы думаем, что его избили и повешили. Сейчас семья планирует написать заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту убийства. Ведь в официальную версию его смерти родные не верят. Татьяна Лаврова, Виктор Щелков, 31 канал.